В основе многих распространенных заболеваний лежит хроническое иммунное воспаление. Артрит, туберкулез, аллергия, диабет второго типа, астма. Далеко не полный перечень таких патологий. В 2014 году ученые после ряда исследований выяснили, что пациенты, включающие в рацион так называемые противовоспалительные продукты, чувствуют значительное облегчение течения заболевания. Воспаление считается естественной защитной реакцией организма на чужеродные элементы, вирусы и бактерии. Оно бывает двух видов – острое и хроническое. Если первое кратковременно или локализовано, то второе – настоящий бич для всего организма. Хроническое воспаление представляет собой вяло текущий процесс, с которым человек живет месяцы и даже годы. Хроническое воспаление может протекать бессимптомно, молча разрушая организм, но чаще всего его сопровождает перманентная вялость, сонливость, проблемы со сном и пищеварением. Хроническое воспаление ведет к повреждению внутренних органов, суставов, тканей и клеток. Оно способно спровоцировать серьезные болезни, в их числе распространенный сейчас инсульт и рак. Американские ученые также доказали, что хроническое воспаление влияет на снижение когнитивных способностей человека. Специалисты пришли к выводу, что проблему можно не только предотвратить, но и решить при помощи еды. Необходимо пересмотреть рацион питания и включить в него особые продукты. Ученые приписывают противовоспалительные свойства продуктам, изобилующим минералами, витаминами и незаменимыми жирными кислотами. Одни делают это хуже, а другие лучше. Существует также список лучших противовоспалительных продуктов. В него входят не суперфуды с труднопроизносимыми названиями, а привычные нам продукты. Так первые места в топе занимают специи и пряности. Если постоянно включать в меню такие продукты, можно значительно минимизировать риск появления хронического воспаления. Если вы будете стараться употреблять их как можно больше, это поможет предупредить возникновение хронических заболеваний в долгосрочной перспективе. Имбирь. В нем много генгерола. Именно это вещество придает имбирю специфическую пряную горчинку и наделяет его мощным противовоспалительным эффектом. Генгерол блокирует образование веществ, способствующих воспалительному процессу. Ученые рекомендуют употреблять имбирь в свежем виде. Только будьте осторожны, поскольку он раздражающе действует на слизистую желудка. Куркума. Мощному противовоспалительному эффекту эта приправа ярко-желтого цвета обязана куркумину. Клинически доказана ее эффективность в лечении артрита. Исследования показали, что это вещество по действию стоит в одном ряду с такими популярными лекарственными препаратами, как мутрин и гидрокортизон. При этом куркума не имеет побочных эффектов. Грецкие орехи. В них много жирных кислот омега-3, среди которых альфа-линолевая, эйкозапантиновая и доказоксогеновая. Ученые доказали их способность к защите клеток от окислительного и воспалительного процесса. Всего 30 грамм грецких орехов в день помогут восполнить баланс полезных жирных кислот. Шпинат. В этом ярком представителе листовой зелени много каротиноидов, антиоксидантов, флавоноидов и витамина С. Такой состав эффективно защищает клетки от воспаления. Но только в том случае, если при выращивании шпината не использовались химикаты. Лучше употреблять сезонную зелень местного производства. Старайтесь включать в свой рацион шпинат в сыром виде. При термической обработке и заморозке он утрачивает свой мощный противовоспалительный потенциал. Лосось. В этой рыбе содержатся полиненасыщенные жиры омега-3 животного происхождения, которые предотвращают воспалительный процесс. В 2012 году в популярном скандинавском издании для гастроэнтерологов было опубликовано исследование, подтверждающее противовоспалительные свойства лосося. Также эта рыба минимизирует окислительный процесс, который разрушает клетки. Аналогичными свойствами обладает и рыбий жир. Его можно использовать в качестве альтернативы тем, кто не любит рыбу. Ананас. В мякоти этого тропического фрукта присутствует бромелайн. Этот фермент влияет на активность лейкоцитов, которые принимают непосредственное участие в воспалительном процессе. Медики особенно рекомендуют включать в рацион ананас при остеоартрите. Семя льна. В их составе присутствуют жирные масла омега-3 и омега-6, а также линомарин. Эти вещества и наделяют льняное семя противовоспалительным эффектом. Медики рекомендуют употреблять их в истолченном виде. Цельные семена в желудке прохо-перевариваются. В качестве альтернативы подойдет и льняное масло. Сельдерей. В нем содержится апигенин, вещество, помогающее организму вести борьбу с воспалением. Оно также препятствует спазму сосудов, снимает отеки и купитует боль. Также в сельдерее, особенно в корне, много антиоксидантов. Ламинария. В составе морской водоросли есть полисахарид фукоидан. Он является мощным биологическим активатором с противовоспалительным свойством. Согласно исследованиям японских специалистов, частое включение в рацион ламинарии способствует снижению воспаления. Примечательно, что фукоидан действует избирательно. Он воздействует только на больные клетки, не затрагивая здоровые. Зеленый чай. Его состав богат флавоноидами, которые считаются сильными природными противовоспалительными соединениями. Также в зеленом чае много витамина С и антиоксидантов. Они подавляют свободные радикалы и за счет этого минимизируют воспалительный процесс. Отруби. По сути, это твердая зерновая оболочка, в которой как раз и сконцентрировано все полезное. Отруби цены большим количеством витаминов и минеральных веществ. В них много цинка. Этот микроэлемент уменьшает воспаление и минимизирует вредные последствия естественных процессов окисления. Из большого разнообразия отрубей специалисты рекомендуют остановиться на пшеничных или ржаных. Они лучше всего подавляют иммунное воспаление. Шиитаки. Этот грипп особенно почитают в Поднебесной. Китайцы испокон веков активно ИСПУ используют при лечении многих болезней. Исследования ученых подтвердили, что шиитаки способен активизации иммунных клеток, лимфоцитов и макрофагов, влияющих на образование интерферона. Благодаря природному иммуностимулятору, лентинану, этот грипп способствует снятию воспаления. Чтобы противовоспалительные продукты принесли пользу, необходимо полностью пересмотреть рацион. Исключить из него продукты, провоцирующие воспалительный процесс. К ним относится весь фастфуд. В нем содержатся трансжиры и насыщенные жирные кислоты. Они способствуют не только возникновению воспаления в организме, но и в разы увеличивают риск ожирения, патологий сердца и сосудов, развитие диабета и появление опухолей. Также стоит исключить простые углеводы, в частности сахар, который часто называют сладкой смертью. И многочисленные исследования специалистов это подтверждают. Бесконтрольное потребление сахара способствует воспалительному процессу. Урежьте потребление очищенного зерна. Вместо рафинированных углеводов налейте цельнозерновые. Так вместо шлифованного риса выбирайте дикий или бурый. Не пренебрегайте физической активностью. Даже простая зарядка по утрам поспособствует повышению иммунитета. А это в свою очередь сведет к минимуму риск появления воспаления в организме.